К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, как вести себя с людьми, которые постоянно жалуются. Действительно, есть такие люди, которым всегда все плохо. Я помню, был очень поражен, однажды, давно-давно, уже 26 лет назад, наверное, в наш храм пришла женщина, жена чрезвычайно состоятельного человека. Она ставила оналое и каялась в своих грехах, но больше всего она говорила о своих переживаниях, и у нее было действительно вот такое расстройство на грани горя. Муж подарил ей скаковую лошадь, а конюшнюю не построил. Она жаловалась, это было для нее горе. То, что рядом в очереди на исповедь стоят люди, которым завтра может быть нечем накормить детей, она даже не могла себя с ними сравнивать. Понимаете, человек жалуется, потому что он неблагодарен, потому что он живет всегда ожиданием большего. Конечно, бывают люди, которые жалуются, потому что очень тяжела жизнь. Но для того, чтобы не жаловаться нам, нам надо научиться Господа благодарить. Вот как жил такой праведник, архимандрит Павел Груздев, отсидевший очень много в лагерях. И его спрашивали люди, как так? У вас такая тяжелая жизнь, вы столько пережили. Почему вы такой радостный? А он говорит, а я с утра открыл глаза, проснулся и говорю себе и Богу. Ой, я живой. Слава тебе, Господи, еще один день я живой. Он мог очень много раз погибнуть и почти погибал в лагерях. Поэтому он ценил то, что у него есть. Может быть, поскольку вопрос звучит, как вести себя с этими людьми, может быть, попытаться с ними поблагодарить Господа. Давай вознесем хвалу Богу за то, что тебе есть где жить. Когда ты последний раз голодал, давай за это поблагодарим Бога. Мы с тобой не голодали никогда. Или это было там сколько-то лет назад. А вот как жили люди, допустим, в 20-е, 30-е годы. А вот это, вот это, вот это. Давай поблагодарим Бога. А потом попросим, чтобы Он тебя исцелил. Вместе помолимся. Но сначала поблагодарим. Надо научить человека благодарности. Самим научиться, конечно, чтобы не жаловаться все время. Но и научить человека благодарности. Тогда жалоба сама собой идет из жизни человека. Субтитры создавал DimaTorzok